Приветствую вас и постараемся сперва подумать, чем вызвана ваша вот такая реакция на смс. Почему вы вспоминаете эти смс и вспоминаете их исключительно в негативном ключе и они дают вам спокойно жить, дают вам спокойно существовать. Связано это с тем, что ими нарушается, наносится удар по вашему самолюбию. Связано это с тем, что вы вспоминаете смски, боитесь, что мужчина вас недостаточно ценит, недостаточно любит и что вы недостаточно хороша для него. По сути дела, ваша реакция на данное событие является проявлением ревности и, конечно, это связано с отсутствием обсуждения этого, с отсутствием диалога на эту тему. И двигаться вам соответственно нужно в двух направлениях. Первое направление это разговор с молодым человеком, то есть вот вам смс-ка вспомнилась, вы ощутили, что вот всплыло. Вы об этом к уму молодому человеку говорите, что вот ты знаешь, вот я вспомнил там то-то, 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 вот расскажи мне, как ты вообще мог и как ты относился к этой девушке, что вот не чувствовал и так далее и тому подобное. То есть вам нужна для себя обратная связь от мужчины, чтобы он вам показывал, что да, какая-то связь была, но она была очень мимолет, что вы это его настоящее и будущее. И видя вот его отношение, вы вот говорите, что вы уверены в нем все, это здорово, но вы уверены в том, что есть сейчас, а вас волнует прошлое. И вот попросите у своего мужчины таким образом показать вам отношение к его девушкам, которые тогда были. Почувствовал, что он не относился к ним всерьез, использовал их просто для своих целей, и не более того, вы постепенно будете успокаиваться и постепенно эти смски будут у вас забываться, потому что поводов для переживаний не будет. Но обсуждение, общение, разговор на эту тему обязательно, потому что в процессе диалога вы будете лучше чувствовать своего молодого человека и понимать, что он вообще ощущает, что думает, чего хочет и так далее. И так, таким образом, вы будете лучше осознавать, куда вы движетесь с ним, с молодым человеком. Второе направление, которое вам следует осуществлять, заключается в том, что вот если нанесён удар по вашей самооценке и вы сомневаетесь в том, что вы единственная красивая и неповторимая для своего мужчины, то вам нужно безусловно работать над собой. Работа над собой заключается в первую очередь в том, чтобы вы нравились себе. То есть, у вас вот есть какой-то некий идеал, идеал своего внешнего вида, идеал своего поведения, идеал того, что вы хотели бы давать своему мужчине, идеал по удовлетворению его желания и так далее. Вот во всём этом вам необходимо проявляться. Если что-то себе не нравится, это нужно устраняться. Если не хотите что-то сделать, как-то одеваться или что-то, стремитесь это осуществить. Если видите, что мужчина вот в чём-то нуждается, дайте ему всё, в чём он нуждается. Окружите его диплом с работой, лаской и так далее. И отдавая себе отчёт в том, что вы для мужчины делали и делаете всё, что в ваших силах, вы будете понимать, что вы выкладываетесь в отношениях на все сто процентов. И если мужчина этого не ценит, то это его проблема, не ваша, а его. То, что он не ценит, он к вам относится не искренне. И если он применяет вас на другую женщину, если он вспоминает о других женщинах, то это означает, что его чувства к вам не искренне. И сделать с этим вы не можете ничего, потому что это, ещё раз повторю, его ощущения. На ощущения других людей повлиять вы не способны, как и на чувства. То есть даже не так. На ощущения вы повлиять можете, а вот на чувства нет. И соответственно от вас требуется что? Делать. Делать только то, что вы можете. Всё, что вы можете сделать для того, чтобы стать единственным неповторимым для своего мужчины, сделать. Чтобы повышать уверенность в себе. Чтобы чувствовать, что вы можете, что вы справитесь, что вы достойны и так далее. И для этого, вероятно, мало действовать в одном личном направлении, личной сфере. Для этого необходимо действовать планомерно во всех сферах. Чтобы реализовываться не только, например, как девочка, не только как женщина в личных отношениях. Но чтобы ещё и развиваться. Чтобы ещё реализовываться в других сферах, как друг, как социальный субъект, как там, не знаю, субъект отношений с родителями и так далее. Чтобы вы максимально и полно развивались. Чтобы вы не чувствовали себя ни в коей мере хуже других девушек. И тогда, простите, для этих мыслей не будет повода. Ведь вы будете осознавать, что вы абсолютно полноценный, неотразимый, красивый человек. И что если кто-то этого не понимает, то это не потому, что вы с каким-то изъяном. А потому, что это проблема оценки человека. И, соответственно, с вас вся ответственность снимается. И мысли приходить со временем перестанут. Кроме того, если вы пишете, что периодически вспоминают какие-то смс, то будет здорово, если вы будете обращать внимание на то, а что, собственно говоря, предшествует подобной мысли. Какие именно ситуации, обстоятельства, как бы сказать, являются катализаторами для возникновения этой мысли. И благодаря этим ситуациям вы можете понять свои слабые стороны и нейтрализовать их. То есть, работать над ними, чтобы сделать из своих слабых сторон сильными. И тогда мысли уйдут хотя бы потому, что исчернет причина. Причина для их появления. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...